Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 июля, в неделю шестую по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память святых мучеников Кирика и Иулиты, Святые мученики Кирик и Иулита жили в Малой Азии, в городе Икании Ликаунской области. Святая Иулита происходила из знатного рода и была христианкой. Рано овдовев, она воспитывала своего трехлетнего сына Кирика. Во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом, Святая Иулита с сыном и двумя верными рабынями ушла из города, оставив свой дом, имущество и рабов. Под видом нищей она сначала скрывалась в Селевкии, а затем в Торсе. Там, около 305 года, она была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Укрепленная Господом, Святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток Святая Иулита повторяла, «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Младенец Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал ласкать его, но мальчик вырывался и кричал, «Пустите меня к матери, я христианин». Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменной ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Мать, увидев своего истерценного сына, возблагодарила Бога за то, что он удостоил младенца мученического венца. После многих жестоких пыток святую Иулиту усекли мечом. Мощи святых Кирика и Иулиты были обретены в царствование святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. По народному верованию святым Кирику и Иулите молятся о семейном счастье и выздоровлении больных детей. Казалось, еще не так давно, с точки зрения самого времени, имена многих мучеников за веру канули в запвине. О них официально не вспоминали, однако многие свидетели тех времен хранили память, считали себя их учениками, духовными последователями, беря пример с их церковных деяний и духовных убеждений. Ведь святую правду уничтожить невозможно. Отказ мученика приносить жертвы идолам богоборческого государства, внимать лжепророкам, возвещавшим о рае земном или культурой града дьявола, трактуется как отказ следовать анахронизму, как преодоление упадка и дряхления града дьявола и его критериев. Мученик осознает, что настала полнота времен во Христе, которая всему придает смысл и все освобождает. Поэтому мученик – истинно свободный человек и единственный истинный мученик свободы. В своем непредсказуемом упорстве он показывает, что хочет пребывать в новой истории, родившейся из пронзенного ребра Христова, откуда излился смысл времени. Он заявляет о своем желании жить, а не оставаться трупом или разваленной на обочине истинной церкви. Он вошел во Христа, и это дало ему жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, равнопостального великого князя Владимира во святом крещении Василия. Празднуется память святых отцов шести вселенских соборов. Чествуется собор киевских святых, мученика Авудима, священномученика Петра Троицкого, диакона. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва, а также всех православных с днем Крещения Руси. Благожелаю Вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам Ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое Вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok